Как говорится, свинья везде грязь найдет. Вот это вырезать. Приветствую вас, друзья мои, на канале Оазис Миссис Смит. Благодарю вас за то, что зашли ко мне в гости. И сегодня у меня прекрасные новости. В субботу я была на выставке комнатных растений. Проходила она у нас впервые в ТРК Слон. Выставка была небольшая, поэтому сами стенды я снимать не стала. Но тем не менее, ассортимент был неплохой. И, как говорится, кто хочет, тот найдет, чем поживиться. И у меня есть несколько новинок. Пойдемте покажу. Ну что, давайте рассмотрим мои новиночки. Что я себе нашла на выставке. Очень люблю монстеры. И я купила себе вот такую красотку. Это монстера Карстыниану. Она не вырастает очень огромной. У нее плотный кожистый лист. Такой рельефный. Очень красивый. Пока здесь только один лист. Даже проснувшегося ростика пока нет. Корневой тоже не видно. Хотя нет. Вот здесь очень неплохие есть корешки. Из-за скотча было не видно. Вот. Вот такая вот новиночка. Очень классная монстера. Очень ее хотела себе. Вот теперь она у меня есть. Следующее растение, которое я себе купила. Это, что бы вы думали. Это фикус. Фикус Петиолярис. Это, по-моему, черешковый сорт фикуса. У него листочки похожи на лист липы. Вот с такими вот краснеющими прожилками. Со временем, насколько я понимаю, этот фикус превращается в кодексное растение, способное накапливать жидкость у себя в стволе. Ну, не знаю. Посмотрим. Если я, конечно, смогу его дорастить до состояния кодекса, это будет просто великолепно. Отличная корневая. Корешки даже вылазят из грунта и просятся на пересадку. Вот такая вот растюха. Дальше. Следующее растение это Сингониум. Сингониум. Я думаю, что многие из вас его узнают. Хотя характерной окраски листьев он пока еще не показывает. Это Сингониум Три Короля. Прекрасная корневая система. И тоже, в принципе, можно уже и пересадить. Заодно посмотреть, что там делается в грунте. Хотя я думаю, что девчонки-коллекционеры, которые реализуют на выставках свои растения, заботятся о них не хуже моего. Поэтому по состоянию очень даже все неплохо. И еще одна новинка. Это Филадендрон Жезебена. Вот такой вот прекрасный красавец мне достался. Очень необычный филадендрон. Считается коллекционным. Так, видно, да? Видно листочки. Листья будут крупные, до 60 сантиметров. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Поскольку я ему собираюсь предоставить очень хорошие условия содержания. Максимально подходящий грунт, увлажнение, подкормки и так далее. Очень хочу огромный куст вот этого вот красавца. Во! Посмотрите, какие листья. Листья еще не крупные. Ну и понятно. Деточка на два листа очень неплохая, с проснувшимся ростиком. С проснувшимся ростиком. Но единственное, что вот из всех четырех растений, я их брала у одного коллекционера. Вот этот филадендрон, посадка, мне не особенно импонирует. Поскольку он был закопан вот так. Вот до этого уровня. Ростика торчал всего один сантиметр. Я понимаю, для чего это было сделано. Поскольку лопухи огромные. И обрезать их не хотелось. Для того, чтобы они не опрокидывали растения из стаканчика. Оно было посажено достаточно глубоко. Но, как мы с вами видим, корневая превосходная. И я в данный момент откопала его. Вот такое количество грунта я у него вытрясла. Надеюсь, что вот эта вот белая часть ростика, она все-таки позеленеет, попав на свет. Для чего я вытрясла? Потому что, как вам сказать, вот эти вот пенечки, которые остаются у черенков после срезания, их желательно не заглублять. Потому что это может привести к загниванию вот этого среза верхнего особенно. и может понести с собой многие нехорошие последствия, вплоть до гибели растения. Поэтому я его откопала. Да простит меня Оля, коллекционеру, которого я его приобретала. Но, по крайней мере, грунта ему здесь достаточно. Хотя корешки начинают оплетать вот это вот колечко делать внизу горшка. Я его планирую вынуть, досыпать вот этот вот вынутый грунт. Грунт очень неплохой. Досыпать и посадить его на место. То есть приподнять в горшке, я думаю, что ему это уже будет не лишнее. Вот такие вот шикарные у меня новинки. Название обязательно напишу в описании к видео. Ну и возможно, что в само видео я вам название этих растений вставлю. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Оставляйте свои комментарии. Я буду рада их почитать, насколько вам понравились мои новинки. И что вы думаете по этому поводу. Насколько, на ваш взгляд, растения сложны в уходе, если у вас таковые имеются в коллекции. И чего мне от них ожидать. Ну и, конечно, пожелания удачи моим новым растениям приветствуются. С вами была Людмила, Оазис, Миссис Смит. Заходите в гости и пока!